Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Отключемся немного от Крымского моста. Я сейчас еще одно там расскажу. Есть новости из Крымского моста тоже. Но! Ни одним Крымским мостом сегодняшний день интересен, а он еще интересен тем, что в Белгородской Народной Республике опять Бавовна. Видео у нас, как обычно, на Телеграм-канале в описании. Ссылочка на это видео. Значит, опять у них не лады. Опять прилетели минометные снаряды, артиллерийские снаряды, побило коровник, там еще что-то побило. Речь не в коровнике, речь в принципе. До тех пор, пока ваши войска топчут нашу землю, и до тех пор, пока по нашей территории летят снаряды с вашей территории, будет, соответственно, реакция в вашу сторону. Поэтому, если вы, ну вот понимаете, когда русские на нас нападали, они думали, что, ну окей, это ж хохлы, что, как там это, Баброедка говорила? Это ж Украина, да мы же ее вот так вот, да? Ну шо? У вас уже там мобилизация, и она вам помогла чем-то? И не поможет. Но дело даже тоже не в этом. Если кто-то думал, что вы начнете войну, и она будет только у нас, и мы будем страдать, а вы будете там ходить и рассказывать о ваших военных победах, то вы глубоко ошибаетесь. И сейчас вы это почувствуете и в Запорожской области тоже, потому что как-то Запорожская область не слышно была в последнее время, да? И в Херсонской еще почувствуете. Потому что мостика-то больше нету, да? Крымского. Тю-тю. Будете в зажигалках возить и керосин для самолетов, и солярку для танков. Вот. Ну и, соответственно, Белгородская область, вот как это вот видео, тоже никогда не будет спокойна. Поймите правильно. Пока вы не уберете все свои фашистские войска с территории Украины. Территория Украины имеется в виду 1991 год. Наша территория, включая наш украинский Крым и включая наш украинский остров Тузла. Пока вы не уберетесь вон оттуда, вот такое, как в Белгороде, или под Белгородом, или под Курском, не важно где, будет везде и всегда. Просто потому, что война не бывает с одной стороны. Она всегда в две стороны летит. Если летит снаряд в эту сторону, значит он летит и сюда. Если кто-то этого аксиому не понимает, увы и ах, он дурак. Если вы думали, что вы нападете, и опрокинете хохло, вы тут будете хозяйничать, никогда этого не будет. Вам ничего этого не светит. Даже не пытайтесь. А если вы будете упорствовать, и если вы будете дальше убивать украинцев, то не исключен вариант, что придется сидеть в окопах вам, где-то под Москвой. Слава Украине!